Врачам, к тем, к которым я обычно обращаюсь, я хотел привиться, но я, вся семья моя, сказать, что им как раз поступило, это было в мае прошлого года, 500 доска вивака. И они мне сказали, что лучше, если вы привьетесь к вивакам, что мы и сделали всей семьей. Нотя Ефремова призывает, мы должны стать свободной страной. Нотя, не только должны, мы непременно станем свободной страной. Непременно. Алексей Вингер говорит о том, что Микрон уже несколько недель косит горожан, и сегодня впервые официальная статистика начала подтверждать взрывной рост. Были сообщения, что Микрон менее опасен других штаммов. Что вам известно? Да, он менее опасен других штаммов, насколько я знаю. Шансы умереть от него гораздо ниже, по счастью, и он проходит довольно легко. Егор Борзов спрашивает, что было под плачевым новогодним обращением. Полагаю, речь идет о курсочке, или точнее, пальтишке Владимира Владимировича. И о том, что перед записью новогоднего обращения, вы понимаете, что он записывал заранее, Владимир Владимирович упал в туалете, и у него, я не буду рассказывать, о что он ударился, у него в двух ребрах были трещины, и у него под пальтишком находилась пневмоподушка, чтобы он мог, чтобы ему было легче говорить. Леонид Максимов спрашивает, какое государство хочет в России Путин, исходя из его мировоззрения? То государство, в котором он будет править бесконечно, и наслаждаться своей властью. Лив спрашивает, ожидать ли нам присоединение части земель Казахстана? Не уверен, не уверен. Китай этого не хочет, Турция этого очень-очень не хочет. Мандарин Ка призывает ваши слова до Богу в уши. Ну, конечно, еще раз повторю знаменитую фразу жреца в разговоре с Юрием Цезарем. Март еще не закончился. А у нас, кстати, еще даже не наступил. Алексей Вингер опять же спрашивает, стоит ли ждать важных объявлений в Январском послании Федеральному собранию, или оно теперь будет проходным. Я бы скорее предположил, что он будет таким же традиционным, как и все послания Путина, за небольшим исключением все Федеральному собранию. Алексей Терентьев спрашивает, вы отвечаете то, что вам пишут, или нет? Конечно, отвечаю. Александр, прошу, не Алексей, а Александр. Вы пишите, пожалуйста, русским языком. Кот Семен спрашивает, нужно ли доверять генералу СВР? Абсолютно всецело 100%. Я очень хорошо знаю, по крайней мере, двух людей из этой команды. Им абсолютно можно доверять. Таких людей иметь друзья очень лестно, а таких врагов иметь, как они. Это очень почетно. Шендерович у вас выезжает из страны? Это вопрос задает Денис. А вас не выдавливают за рубеж? Пока нет, но могут. Милена Скворцова. Очень важно. Женевые итоги. Наши сдуйцы. Итоги, ну, если не совсем нулевые, то близкие к нулевым. Ну что, нашим, точнее, тем, кремлевским, это не наши, это кремлевские, кремлины, перефразируя название одного знаменитого фильма, им надо доказывать, что они реальные пацаны. Станислав Х. Планы по Навальному в Кремле не меняли, сидеть до упора. Да не просто до упора, еще и добавят. Мак Джонсон. Является ли поддержка Путина и Лукашенко его фатальной ошибкой? Фатальной ошибкой Путина Путин никогда, запомните, никогда в жизни он, уверенно в этом, не совершал никаких ошибок. Да и кем ему заменить Лукашенко? Игорь Пронин. Протесты в Казахстане это страшный сон для Путина? Да, конечно. Конечно. Представьте себе, что это начнет происходить в России. И неволей-неволей он это представляет. Александр Печенкин надеется, что всю диктатуру ждет конец. Да, не боитесь города? Не боюсь, опасаюсь. Ну что делать? Я привился, я перенес COVID. Ну, это не избавляет от рисков. Ношу маску, естественно, в транспорте. Чего ждать от переговоров с НАТО? Спрашивают. Love, death and без роботов. Ждать после событий в Казахстане. Поиздеваются они, как американцы поиздевались. И спросят. Ну что ж, ваша сфера-то влияние. Как она выходит из-под контроля вашего? Виталий поживи. Успеет ли Путин сделать себе, а заодно на юбилей рождения СССР, подарок заключения союзного договора между странами ДКБ?